Для людей рождение – одно из самых незабываемых чудесных событий. Но мы не одни. Морские животные тоже рождаются чудесным образом, хоть и по более странным причинам. От беременных крабов, танцующих при луне, до мам, которые рожают миллионы детей. Вот одни из самых безумных родов морских животных. Дела яичные Скаты известны тем, что похожи на морские равиоли. Они вырастают до полутора метров в ширину и имеют ядовитые жала. Но если вы думали, что всё это кажется инопланетным, то вы ещё не видели, как эти животные рожают. Как и многие, в море скаты откладывают яйца в своём теле. Однако, в отличие от других существ, они яйцекладущие. То есть, самки ещё и продолжают хранить яйца внутри, даже когда они вылупляются. После трёхмесячного периода беременности появляются эмбрионы. Неразвитые детёныши питаются похожей на молоко субстанцией, которая вырабатывается в матке самки и попадает через мешочки, делая их большими и сильными. Позже наступают роды. И тогда из самки вылезают такие кошмары. Я не соврал, когда говорил, что они вырастают большими. Но справедливости ради детёнышам это нужно. Юные скаты обычно начинают жизнь вдали от родителей, и возможность плавать и заботиться о себе очень важна. Но хотя эти роды выглядят странно, приготовьтесь. Потому что дальше только хуже. Гитарные скаты – другое семейство, тоже яйцекладущее. Но одна самка породила нечто такое, от чего у вас пойдут мурашки по коже. У неё на свет вышел неполноценный малыш, а четыре детёныша, у которых оставались желточные мешочки. И они явно родились преждевременно. Большинство скатов не рожает на берегу таким образом. Так что, возможно, эта самка пыталась спастись от хищника. А из-за стресса от погони она родила раньше, чем предполагалось. Я больше не смогу смотреть на яичницу, как прежде. Ладно, на сегодня хватит разговоров про роды скатов. Давайте перейдём к чему-нибудь поприятнее и посмотрим на милых тюленей. Ах, эти собаки морей. От них так и тает сердце, правда? Но не торопитесь, потому что сначала вам стоит увидеть, как рожают морские слоны. От этого зрелища сердце не тает, а замирает в ужасе. С сентября по ноябрь самки длиной 3 метра и весом под 600 кило выбираются на берега островов в районе Южной Америки, Южной Африки и Австралазии. Через неделю после этого они рожают детёнышей, которых вынашивали в течение 7 месяцев. И судя по тому, как выглядят роды морских слонов, это момент, которого все эти 7 месяцев самки ужасно боялись. Это похоже на какого-то двуглавого мифологического демона. Но на самом деле это самка морского слона, выталкивающая детёныша. А учитывая, что малыши весят примерно 40 килограммов и больше метров в длину, это нелегко. Какими бы болезненными ни были роды, всё это не зря для решительных самок морских слонов. Но кто бы не хотел приглядывать за этим ангелочком? У меня только один вопрос. С фотографом всё хорошо? Детский обед Будь то их зазубренные зубы, жуткие глаза или трёхметровые размеры, песчаные акулы – одни из самых страшных обитателей морей. Но если вас пугает их облик, то приготовьтесь к тому, что происходит в их беременности. Для человека утроба – это уютное место, где развивается плод. Увы, то же самое нельзя сказать про этих акул. У самок есть два маточных рога. И в каждой матке находится от 6 до 9 эмбрионов. При этом у песчаных акул – один из самых низких показателей рождаемости. Куда же деваются детёныши? В брюхо их братьев и сестёр. При так называемом внутриутробном каннибализме самый крупный эмбрион пожирает остальных малышей, пока не остаётся только один. Некоторые родственники песчаных акул, включая больших белых и мака, производят эмбрионы, которые поедают неоплодотворённые яйца. Но они не устраивают такую бойню, как песчаные, которые спокойно едят своих братьев и сестёр. А вы думали, у вас в семье всё плохо? Когда два детёныша-убийцы появляются на свет, они уже больше метров в длину и способны защитить себя от большинства хищников, а также охотиться. Забудьте про овощи и фрукты. Братья и сёстры – вот что придаёт юным песчаным акулам силу. К счастью, для них размер очень полезен для того, чтобы отпугивать хищников. Хотя я уверен, что если бы те знали, что акулы съели всех своих братьев и сестёр внутри матери, это уже было бы очень эффективным предупреждением. Даже как-то трудно решить, какие из этих родов хуже всего. Если бы вам пришлось выбрать один из увиденных способов, то какой бы вы предпочли? Расскажите в комментариях. А и не забудьте нажать на кнопки «Нравится» и подписаться под видео. Так, если всё готово, двигаемся дальше. Прыгучие роды К счастью, капелла Арнольда не появляются на свет столь жестоким образом, но их процесс рождения всё равно причудливый. Когда эти резвые рыбки, обитающие в реках Южной Америки, готовы к размножению, самец ищет хороший лист. Кажется странным, что рыб интересуют растения, но листья играют важную роль в рождении мальков капеллы. Самец занимается поисками листа, который будет идеален для икры. А потом вместе с самкой он совершает прыжок. Но они не прыгают просто ради развлечения. Они выпрыгивают из воды одновременно. И человеческому глазу они кажутся одной рыбой. Приземлившись на лист, самка откладывает икру, и самец должен немедленно её оплодотворить. После завершения странного ритуала, самец начинает брызгать хвостом воду на икру, чтобы его потомство не высохло. Отличный душ для детей. Это необычный способ производить детёнышей, но на то есть причина. Откладывая икру над водой, родители спасают потомство от рыб, которые могли бы полакомиться их вкусной икрой. Через пару дней такого периодического душа на листе от папы мальки вылупляются из икринок и ныряют в воду. Паркурная беременность. Полный род забот. Листья не единственное необычное место для мальков. Обитающие в водах у берегов островов Бангай в Индонезии, самцы тюлевых опогонов превосходно выполняют родительский долг. Сначала самка ухаживает за самцом с помощью танца, привлекая его. Это скорее такая подводная конга с участием всего двух рыб. Но если самку впечатлят танцы самца, она отложит где-то 40 икринок, а он их оплодотворит. Хотя его работа не закончена. После оплодотворения папа открывает рот и засасывает всю икру. О нет, его дети превратятся в мини-закуску. Но не бойтесь, он их не ест, а просто зачерпывает икру в рот, чтобы высиживать ее. Это покажется странным, но для желтоголовых большеротов и тюлевых опогонов такое разведение во рту – самый надежный способ гарантировать, что драгоценное потомство не съедят другие рыбы. С большой силой приходит большая ответственность, потому что если папа по какой-то причине умрет, у его мальков не останется шансов выжить. Если самец все-таки переживет период высиживания, есть еще одна проблема – икра всегда находится у него во рту, и он не может есть целый месяц. А я жалел себя, когда мне не доставалась добавка на ужин. Но прежде чем аплодировать тюлевым опогонам, надо отметить, что не все проходит гладко. Самцы, не накопившие достаточно энергии, нередко перекусывают детенышами. В большинстве случаев не все мальки опогонов выбираются и спасти отца. В среднем из 40 икринок выживает 20 мальков. Но еда иногда намного вкуснее, когда готовишь ее сам. Лучшие папы Опогоны – не единственные отцы, которые стараются во время беременности. После причудливого танца самки морских коньков откладывают икру в самце. Но она оказывается не во рту папы. Нет, самец морского конька имеет специальную сумку, в которой он оплодотворяет икру. По мере роста эмбрионов растет и живот, прямо как у беременной женщины. Только в данном случае это происходит с самцом. Неизвестно, почему морские коньки поменялись гендерными ролями при беременности. Согласно одной теории, самец, вынашивающий потомство, позволяет самке начать производить новую икру. После где-то 30 дней у отца начинаются роды. Хотя это выглядит так, будто он расчихался. Самцы морских коньков раскрывают живот, а затем схватки выталкивают маленьких детенышей, которые в длину меньше 12 мм. И тогда они уже сами за себя. Прекрасно. Но не только папы морские коньки имеют сумку на животе, в которой растут их детеныши. У их родственников морских тряпичников есть губчатый участок внизу хвоста. В ходе спаривания самка откладывает где-то 250 розовых икринок на хвост самца, где они закрепляются на губке. Примерно через 9 недель на папином хвосте вылупляются детеныши. После небольшой тряски они прощаются с папой и приветствуют океан. Удачи, дети! Еще одни родственники морских коньков и тряпичников – это рыбы-иглы, завершающие трио отцов-героев. Самки рыбы-иглы откладывают 40 икринок в сумке на брюхе самца. Там они оплодотворяются и вынашиваются, пока через пару недель не вылупляется потомство. Милые папы, да? Но не совсем. Самцы – весьма придирчивые родители, так сказать. Известно, что они часто вытаскивают мальков из сумки, если спаривались с непривлекательной самкой. Жестоко. Но самцы готовы вкладывать больше сил в выводки от более крупных самок. Неужели характер ничего не значит в мире рыб? Как будто этого мало, самцы рыбы-иглы не брезгуют каннибализмом, если беременность слишком тяжелая. Когда пищи не хватает, будущие отцы буквально поглощают часть выводка ради питания. Забудьте об акулах. Рыбы-иглы – это, возможно, самые свирепые существа в море. Впрочем, как ни странно, некоторые отцы очень даже довольны своими маленькими выводками. И когда приходит время, мальки вырываются из папиного живота. Все-таки есть и хорошие отцы. Преданные пиногоры К счастью, не все подводные отцы пожирают детей при первой возможности. Пиногоры хоть и не выглядят самыми привлекательными рыбами, но они готовы рисковать собственным телом, которое бывает от 2,5 до 60 сантиметров в длину. И это не преувеличение. Во время брачного сезона самцы соревнуются, привлекая самок лучшими гнездами. Дама-пиногор выбирает приглянувшуюся ей и откладывает в гнезде где-то 350 тысяч икринок. А затем уплывает и оставляет супруга заботиться обо всем. И самцы очень заботливы. Папы остаются рядом с икрой, прикрепляясь к камням с помощью присоски, образованной из измененных брюшных плавников. Задача самцов – защищать потомство от хищников и направлять на икру воду, насыщая ее кислородом. Вроде легко, да? Если не учитывать, что волны постоянно разбиваются о мелководье, где они обитают. К счастью, в таком случае им помогает специальная присоска. Но волны – не единственная проблема отцов Пиногора. Все это занимает целых 8 недель. Представьте, что вы прицепились к камню и следите за икрой 1300 часов. И скука тоже не единственная проблема. Когда наступает отлив, самцы остаются со своим потомством даже несмотря на чаек и ворон вокруг. Это самоотверженные отцы. Но пока их дети не родятся. Когда мальки выбираются из икринок, самцы возвращаются в более глубокие воды, оставляя детей на произвол судьбы. Напоминает моего папу. 20 лет прошло, а он все еще не вернулся из магазина, в который он пошел купить молоко. Крупные дети Не все под водой откладывают яйца. Например, синие киты, которые являются самыми крупными животными. Средняя длина взрослой самки может превышать 22 метра, а весят они 113 с лишним тонн. А самцы еще больше. Так как киты морские млекопитающие, самки вынашивают детеныша в утробе, и он рождается живым. И очень большим. Плод развивается внутри матки, увеличиваясь на 2,5 сантиметра в день 3 месяца. Но это еще не все. Детеныши голубых китов достигают больше 3 метров в длину после 7 месяцев утробя. Для сравнения, человеческий младенец на 7 месяце в длину 33 сантиметра, а это меньше 1,1 размера детеныша кита. Спустя 12 месяцев киты выбираются хвостом вперед 7 метров в длину и весом 3 тонны, что в 4 раза тяжелее коровы. Как будто выталкивать ребенка размером с грузовик недостаточно. Матерям нужно еще и заботиться об этих отпрысках. Пинагорам такое не под силу. Мама кит вырабатывает для детеныша 150 литров молока, то есть целую ванну молока, каждый день в течение 7 месяцев. Это больше 33 тысяч литров. Мамочки! Рождение по спирали В отличие от китов, самкам бычьих акул не нужно выталкивать трехтонных детенышей. Но их способ рождения от этого не становится менее странным. Эти акулы яйцеклотущие, то есть они откладывают яйца с потомством. О том, как они мечут яйца, известно мало. Но зато мы точно знаем, что бычьи акулы откладывают одни из самых неприятных яиц в мире. Вы наверняка представляете яйца овальными, как у куриц. Или, может, маленькими и круглыми, как икру. Но бычьим акулам такое не понравилось. Они откладывают до 16 спиральных яиц длиной 10 сантиметров в год. Они больше похожи на шишку, чем на то, что выходит из животного. Почему эти яйца выглядят так необычно? В отличие от большинства рыб, которые выбрасывают икру и сперму в воду, самки акул находят подходящее место для яиц. Мамы носят закрученные яйца во рту до тех пор, пока они не поместят их между камнями в труднодоступных местах. Благодаря этому потомство не сможет течением, а хищники не смогут их найти и превратить в акулью яичницу на завтрак. Возможно, вы думаете, что мать будет с нетерпением ждать, когда из её странных яиц вылупятся детёныши, но нет. Как только она найдёт подходящую расщелину, она оставляет детёнышей навсегда. Вот такая материнская любовь. Черепаш ебига Конечно, бычьи акулы не единственные в море рожают детёнышей, откладывая яйца. Все семь видов морских черепах тоже яйцекладущие. Но в отличие от акул, яйца черепах более традиционны. В процессе рождения этих животных примечательны уникальные меры предосторожности, которые принимают самки. Взрослые черепахи живут в море, и самки покидают воду только чтобы отложить яйца. Беременные черепахи используют магнитное поле как GPS, чтобы найти пляжи, на которых они сами вылупились, и массово туда отправляются. Но зачем это нужно? Неужели черепахи сентиментальны? Не совсем. Самки-черепахи с разных островов имеют гены, от которых зависит, к чему у них иммунитет. И возвращение на остров, где они родились, помогает детёнышам бороться с местными болезнями. Но до этого самкам сначала надо отложить сами яйца. Пользуясь задними ластами, они выкапывают яму в песке и откладывают примерно 110 яиц размером с мяч для гольфа. Как-то теперь они кажутся менее милыми. Закончив этот процесс, мамы возвращаются в море, оставая яйца в тёплом песке где-то на 60 дней. В конце концов, яйца вылупляются. Обычно ночью, чтобы у детёнышей было больше шансов избежать хищников по пути к воде. И им определённо нужна любая помощь, учитывая, что только одна из тысяч черепах доживает до зрелого возраста. И многие умирают от обезвоживания или из-за хищников. Хорошо, что мама отложила так много яиц. Родовые танцы Нельзя говорить о родах на пляже и не упомянуть красных крабов острова Рождества. Эти ракообразные обитают на острове Рождества, как следует из названия, у северо-западного берега Австралии. Каждый год они совершают массовую миграцию из леса к воде, чтобы отложить яйца. Более 50 миллионов этих существ ежегодно мигрируют по острову. И учитывая, что остров Рождества в тысячу раз меньше Флориды, можно представить, как это выглядит. Из-за огромного красного ковра и скрабов даже закрывают дороги. Когда все эти миллионы достигают берега, они начинают размножаться. Работа самцов тут закончена, и они уходят в лес. Как очаровательно! Но в отличие от них, самки еще не могут уйти. Они откладывают около 100 тысяч яиц каждое, а потом высиживают в специальной брюшной сумке. Красные крабы выводят на свет бесконечное количество детенышей во время прилива в последнюю четверть луны. И нет, это не из-за какого-то языческого ритуала. Просто в это время самкам нужно преодолевать меньшее расстояние, чтобы добраться до моря, где они выпускают потомство со стилем. Настоящий танец мамочек? Но такая маниакальная отрязка необходима, чтобы выпустить сотни тысяч яиц. Возможно, вам интересно, как же мать заботится об огромном выводке. Но никак. Крабы вылупляются, как только они соприкасаются с водой, и с этого момента они сами по себе. Если они выживут, то останутся в море на протяжении еще трех-четырех недель. Подрастут, а потом выжившие вернутся на пляже миллионами, а потом даже миллиардами. К сожалению, шансы на выживание у них малы. Подавляющее большинство не выбирается из воды. Их проглатывают рыбы, скаты или китовые акулы. Не самые лучшие родители, конечно, но в море любят оставлять детей. Игра кальмаров В глубинах океанов обитают кальмары, которые необычным образом защищают яйца. Большинство видов откладывают яйца на дне океана. Но некоторые виды кальмаров предпочитают несколько иной подход. Недавно исследователи открыли два новых вида – ганатус оникс и батитеутис берии. И они носят яйца в щупальцах. Выглядит так, будто самки рассыпают волшебную пыль на глубине. Но эти частички их яйца. Сейчас мало что известно о поведении матерей батитеутис берии. Но вот трудности вида ганатус оникс изучены более хорошо. Вынашивать одного ребенка это уже нелегко. А этим мамам приходится носить где-то 3000 в течение 9 месяцев. К сожалению, сложности на этом не заканчиваются. Некоторые особи ганатус оникс имеют бугорки, там, где должна быть пара питающих щупалец. Считается, что матери откусывают их перед нерестом, чтобы освободить больше места для яиц. Но эти самоотверженные матери жертвуют не только руками. Из-за вынашивания такого количества эмбрионов они не могут быстро плавать и рискуют попасться хищникам. К счастью для ганатус оникс, они плавают на глубине от полутора до двух километров, куда хищники практически не опускаются. Однако некоторые животные, такие как морские слоны, с удовольствием съедят и маму, и ее яйца, если встретят ее. Но голодные охотники не единственная проблема кальмаров. Самки ганатус оникс не едят, пока вынашивают выводок. Да, вам не послышалось. Эти матери вынуждены жить без еды 9 месяцев, а под конец они истощены и измождены. Спустя 9 месяцев наконец-то происходят роды, и кажется, что это маленькие звезды. Увы, не все в этом процессе столь восхитительно. После того, как яйца отплывают, мама умирает от голода и опускается на морское дно, где она и ее пустой мешок становятся пищей для падальщиков. А я думал, моей маме тяжело. Непорочное зачатие Если беременные кальмары вас удивили, то посмотрите на обыкновенных пилорылов. Способ размножения этих существ, которые, к слову, относятся к семейству скатов, еще более странные, чем их необычная внешность. Часто в родах пилорылов нет ничего примечательного на самом деле. Самец оплодотворяет яйцо самки, которое через 12 месяцев рождает от 20 детенышей. Примерно как скаты в начале видео. Однако пилорылы находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, и найти партнера все труднее. Впрочем, самки пилорылов имеют трюк в плавнике. Ученые обнаружили, что примерно 3% особей, обитающих в Устье Флориды, родились без участия самцов. Вот они, настоящие матери-одиночки. Такой вид бесполого размножения называется партеногенезом. Он происходит, когда нет самцов, которые могут оплодотворить яйца. Обычно размножение включает яйцеклетку и сперматозоид, которые обеспечивают по 50% генетической информации. Но при партеногенезе яйцеклетка соединяется с так называемым полярным телом, побочным продуктом яйцеклеток. Если выхода нет, эти умные животные используют полярное тело для оплодотворения. В краткосрочной перспективе это отличное решение проблемы вымирания. Однако в дальнейшем, менее генетически разнообразное потомство будет более уязвимо к мутациям и изменениям среды. Тем не менее, если бы не эти чудесные мамы и их непорочное зачатие, весь вид пилорылов, возможно, уже давно бы исчез с лица Земли. Гиганты морей Не только пилорылы выглядят жутковато и рожают странным образом. Луна-рыбы – огромные существа, которые вырастают до трех метров и весят свыше тысячи килограммов или больше тонны. Они похожи на супер-блинчик, нежели на обитателей океанов. Но, как и в случае с пилорылами, роды этих существ удивляют еще больше, чем их форма. Способ размножения данных рыб называется широкий нерест. И в ходе него самец и самка выпускают яйцеклетки и сперму в воду, где они оплодотворяются. Самка может вымести аж 300 миллионов икрина. Это рекорд среди всех позвоночных. Когда вылупляются мальки, они в длину 2 с небольшим миллиметра и весят меньше скрепки для бумаги. Но, несмотря на это, со временем они вырастают в 60 раз больше первоначального веса. Если бы люди вырастали таким же образом, взрослые бы весили 220 тысяч тонн. Чтобы вы понимали, примерно столько же весит небоскреб Уиллис в Чикаго высотой 527 метров. Возникает вопрос, где скрываются все эти гиганты, учитывая, что самка откладывает 300 миллионов икринок. Шансы этих рыб на выживание очень малы. Лишь 0,003% мальков доживают до момента, когда они превратятся в великанов. Скачки роста у подростков по сравнению с этим – ничто. Какие из этих животных удивили вас больше всего? И знаете ли вы про другие странные способы рождения под водой? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok